С шутками да прибаутками, веселыми забавами и песнями анапчане проводили зиму. На широком масленичном гулянии жители города с удовольствием принимали участие в традиционных русских забавах. Перетягивали канат, мальчишки дрались в бою с подушками, а самые смелые штурмовали ярмарочный столб. Кому-то добраться до заветного подарка так и не удалось, но были и те счастливчики, кто все-таки забрал свой приз. И, конечно, какая масленица без угощений. На праздники каждый смог попробовать вкуснейшие блины. Выбор богат – от простых блинчиков до ажурных из рисовой муки. В фестивале обрядовой казачьей кухни «Самый блинный блин» жюри из представителей администрации определила победителей среди предприятий общественного питания, санаторно-курортного комплекса, куреней сельских округов и атосов. Помимо блинов участники подготовили праздничное представление. Больше всего мне понравилось, как залазили люди на столб. Это очень весело было. И очень понравился канатаходец. Очень хороший. Вообще все хорошо по традициям в Анапе проводится. Прекрасно все. Чаще бы организовывали такие праздники, чтобы эти традиции не ушли от нас. Лица веселые, все рады, значит всем хорошо. Праздник великолепный. Я просто сама последние пять лет выступала на этой сцене. Отличные скоморохи, очень весело. Прекрасно просто. Мы благодарны анапчане нашему мэру Сергею Серепаловичу, что вот это вы организовали, такую хорошую масленицу. Это очень хорошо. Это прежде всего для народа, это единение народа происходит. Для анапчан и гостей курорта работала ярмарка сельхозпродукции, меда и кондитерских изделий. Мероприятие сопровождалось концертом с участием исполнителей творческих коллективов города. Все участники получили подарки и благодарности в разных номинациях. Кульминацией народных гуляний стало традиционное сожжение чучела масленицы. Сжигая его, люди прощаются с зимой и радуются наступлению весны. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло! Погасло. Гори, душа. Алина Гумерова, Максим Логоша, Анапа. Регион.